Новости по будням Также сегодня приглашаем всех телезрителей присоединиться к обсуждению темы цен на молочные продукты и принять участие в интерактивном голосовании. Вопрос и варианты ответов находятся в нижней части экрана. Звоните, высказывайте свое мнение и смотрите сегодня. Молочка дорожает. В столице региона меняются ценники на масло, сыр и сметану. Почему растут цены и как стоимость сырья влияет на производство, выясним в программе. В программе узнаете, сколько водителей с подложными номерами задержали полицейские на Галустинском тракте под Иркутском. Почему шоферы большегрузов используют ненастоящие регистрационные знаки и что им за это грозит, смотрите сегодня. Сегодня расскажем об одной из главных улиц Иркутска. Сейчас она называется Карла Маркса, а ранее именовалась Большой Прошпектной. Как любимое место городского купечества получила имя теоретика коммунизма. И об исторических зданиях в центре города расскажем в выпуске. О выпуске необычного календаря, для производства которого нужны нитки и иголки. О музыкальном подарке за полмиллиона рублей для ансамбля из Чунского района. И о потерянном портрете Николая Первого. В подробностях сообщим в рубрике «Повесточки». Начнем выпуск с разговора про цены. А именно про стоимость масла, сыра, молока и творога. То, что они подорожали, ощутили на себе не только покупатели. Росстат тоже это признает. Насколько финансово потяжелела корзина молочки и почему цены на эту продукцию повысились, выяснила Александра Якубчик. Мария Михайловна – любительница молочных продуктов. Но сейчас поход на рынок или в магазин – извечный выбор между «хочется» и «могу себе позволить». Цены уже не те, что были даже пару месяцев назад. Пенсия за ними не поспевает. Вообще, обычно я на рынке покупаю творог, сметану, потому что кальций. Творог, ну масло, когда заканчивается, масло купишь. Но творог, ну когда-то было 90 рублей, а сейчас 120-130. Экономишь, конечно, экономишь. На рост цен жалуются не только те, кто ходит в магазин, но и производители. Обычно расценки колеблются в зависимости от сезона, ведь ближе к зиме удои на фермах сокращаются. Ноябрь-декабрь фермеры называют из-за этого сезоном «малого молока». В этом году природный фактор совпал с экономическим. Вместе с сокращением количества сырья на рынке подорожала и логистика. Работа становится чуть сложнее, но невозможно. В этом винить ни производственников продукции, ни производителей молока не надо. Объективные причины, если все дорожает и в улице регулирующих куча моментов появляется, то удорожание – неизбежная часть этого процесса. Повышение цен обусловлено разными факторами. Существенная составляющая в стоимости товара – топливо. За два месяца оно подорожало трижды. Цены на корм для коров тоже растут, а значит и само молоко тоже. Влияет на стоимость продуктов и сокращение поголовья скота из-за коровьего дерматита, ведь чем меньше продукта, тем выше на него цена. В октябре продуктовая корзина из молока, сыра и масла стоила примерно 500 рублей. Сейчас за такой же список продуктов я, как покупатель, заплатила более 600 рублей. Дорожают и другие продукты, такие как йогурты и творог. Остается только надеяться, что пачка масла не будет стоить, как однушка в центре Иркутска. Вот такая математика. Из-за дорогой логистики, повышения стоимости содержания коров и других факторов мы видим на прилавках магазинов более дорогие сыр, масло и творог. Однако, в какую сторону изменится стоимость продуктов к концу года, покажет время. Александр Якубчик, Иван Гоголев. Новости по будням. Хочется верить, что индекс масла все же не станет частью нашей жизни. Но рост цен на молочные продукты уже реальность. А вот насколько такая финансовая ситуация на рынке является проблемой для жителей региона, мы сегодня решили выяснить с помощью интерактивного голосования. Вопрос звучит так. Если ваш ответ нет и подорожание этих продуктов особо не отразилось на вашем бюджете, вы продолжаете покупать масло, сметану, молоко и творог у прежних продавцов и в том же объеме, а может и просто не любите такие продукты и цены на них вас не волнуют, набирайте 563 972. Итоги подведем в конце программы. В Ангарске следователи разбираются в обстоятельствах, при которых 9-летний ребенок получил травмы. По предварительной информации, школьница упала с подвесной канатной дорожки, которая расположена на детской площадке в парке «Современник». Далее расскажем, чем еще запомнится этот день в Иркутской области. Прямо сейчас короткий обзор ключевых и резонансных тем. Прокуратура проводит проверку из-за жалоб людей на невыплату зарплаты в Братском районе. Жители села Кузнецовка в соцсетях заявили, что работники пожарной охраны и коммунальной сферы не получили деньги за август и сентябрь. На сообщение отреагировало Министерство труда и занятости. Началась проверка. Администрация района объяснила задержки выплат острым дефицитом бюджетных средств. Погасить задолженность за август власти обещали 2 ноября, но, по словам жителей, этого так и не произошло. Теперь отстаивать права людей будет прокуратура. В Прибайкале ищут возможность поддержать агрария, в которой потеряли урожай из-за непогоды. Напомним, осенью в Тайшетском, Чунском и Заларинском районах был введен режим ЧС. Еще в 9 районах наблюдалась переувлажненность почвы. Сбор урожая также был затруднен. Общий ущерб сельхозтоваропроизводителей, по информации парламентариев области, оценивается в 32 миллиона рублей. Уже сейчас наблюдается снижение объемов производства зерновых культур. В Иркутске еще один перевозчик заявил о подорожании проезда на 5 рублей. Тариф изменится с 3 декабря. Это коснется маршрутов номер 10 Т и 7 К, которые ходят из центра до Синюшиной горы и Первомайского соответственно. За одну поездку пассажиры будут платить 40 рублей днем и 45 вечером. Напомним, массовое подорожание проезда в областном центре началось после изменения цен в муниципальном транспорте в июле. После этого около 20 частных перевозчиков также заявили об увеличении тарифа. Одна из причин, по которым асфальт на Галауснинском тракте разрушился раньше гарантийного срока, как установили эксперты, перегруженные машины, которые возят гравий с местного карьера. А чтобы избежать штрафа за превышение максимальной загрузки, водители пытаются скрыть номера грузовиков. Это уже выявили сотрудники ГИБДД. Сегодня полицейские провели рейд по поиску таких оптимизаторов. За время проверки удалось обнаружить около десятка подобных нарушителей. У кого-то были просто грязные, плохо читаемые государственные знаки. Таких, как правило, ждет штраф в 500 рублей. А вот некоторые завешивают номера тряпками, картоном или навесными рамками. Для них штраф увеличивается в 10 раз до 5000 рублей. Но попадаются и те, кто использует чужие номера. Это еще более серьезное нарушение, за которое можно лишиться прав. Зачем скрывали номер? Для чего? Перевес у вас? Знаете, что у нас сейчас законодательства изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях? Из-за скрытых номера с использованием специального оборудования у нас теперь лишение прав на срок от года до полутора. Ну, это понимаем, просто на чем надо делать. Под этим фото в соцсетях появилось более сотни комментариев. Автомобиль Toyota Harrier врезался в арт-объект «Лампочка» на перекрестке улиц Лермонтова и Академической в Иркутске. Сам виновник аварии пришел в полицию спустя несколько дней после ДТП. 30-летний мужчина объяснил, что не справился с управлением. Об аварии он сразу не смог сообщить, поскольку у него сел телефон, и он покинул место происшествия, чтобы его зарядить. Через час вернулся обратно, а автомобиля уже нет. В итоге составлено три протокола, в том числе за оставление места ДТП, а это грозит лишением прав. Далее вас ждет подборка опасных и необдуманных поступков на дорогах Иркутска. Как гласит кодекс Гусидо, у самурая нет цели, есть только путь. Владелец серой японской машины явно приверженец этого постулата. Автора ролика он подрезал на повороте, затем пытался выехать на встречную полосу, передумал и начал партию в шашке на дороге, которая чуть не привела к нескольким столкновениям. Куда он так стремительно несся, известно только ему. Вот и владельцу Гроссовера тоже захотелось за Глазковского моста уйти налево в сторону железнодорожного вокзала. Днем такая привилегия есть только у определенных маршрутов общественного транспорта. И только после 7 часов вечера такой маневр разрешен всем. И тем не менее, этот водитель своего добился. Ни на секунду упускать из виду дорогу нельзя, особенно пока не закончился сезон электросамокатчиков. Владелец регистратора наблюдал следующую картину на подъезде к центральному рынку. Что-либо комментировать здесь бессмысленно. И зачем там только тротуар новый сделали? Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире. Напомним, сегодня с помощью интерактивного голосования мы выясняем, насколько сильно иркутяне ощутили рост цен на масло, сметану и творог. Номера телефонов и варианты ответов на вашем экране. Сегодня спрашиваем, ударил ли по вашему бюджету рост цен на молочные продукты. Если ваш ответ – да, и на вашем кошельке серьезно отразилось подорожание масла, сыра, молока и творога. Если вы стали ограничивать себя при выборе этих продуктов, например, покупаете только самое необходимое, или стали брать в меньших объемах, чем прежде, возможно, теперь часть вашей жизни. Найти магазин, где молочные продукты можно купить подешевле. А вот новостройки в Иркутске стали дешевле. В октябре цена за квадратный метр в столице региона упала на 1,6% и держится на отметке 155 тысяч рублей. Теперь средняя стоимость квартиры в новостройке составляет почти 8 миллионов. Об этом заявляют аналитики портала МирКвартир. Иркутск занимает четвертую позицию в топ-30 городов, где подешевела недвижимость. Первое место – у Калуги. Там квадрат подешевел почти на 3%. Далее идут Чита и Архангельск. Там цены упали на 2,5% и 2% соответственно. Однако, если смотреть не на проценты, а на абсолютные цифры, то энтузиазма у потенциальных покупателей станет меньше. По данным Иркутскстата, в 2023 году квадратный метр в новостройке Иркутска стоил 120 тысяч рублей, а в 2022 году еще на 22 тысячи дешевле. Если не устраивает шум мегаполиса, можно присмотреть недвижимость в частном секторе. Благо, в коттеджных поселках под Иркутском недостатка нет. Но на что надо смотреть в первую очередь, если вы решили приобрести дом за городом? Несколько полезных советов в нашей рубрике «Ценный выбор». Если вы задумались о покупке частного дома, в первую очередь стоит оценить возможности. Вопрос первый. Нужно ли вам ежедневно ездить на работу или у вас есть возможность удаленки? Также решите для себя, есть ли возможность возить детей в школу. Далее обследуйте местность, в которой присмотрели недвижимость. Если поблизости магазины, аптеки, больницы, также не лишним будет поинтересоваться планами застройки и развития территории. Познакомьтесь с потенциальными соседями. От них можно узнать много интересного о самом доме, его прошлых владельцах и о тех, кто живет за забором. Далее техническое состояние. Здесь лучше не надеяться на себя или родственника, который 20 лет назад строил гараж у тестя в деревне. Обратитесь к специалистам. Это будет дешевле, чем последующий ремонт или продажа непригодного для жизни дома. Если вас устраивает локация и нет проблем с техническим состоянием, время для третьего и не менее важного этапа. Проверки документов и всех юридических нюансов. Также необходимо проверить статус населенного пункта, соответствие фактических и зарегистрированных границ участка и статус строений. Здесь совет тот же. Доверьтесь профессионалам. Давид Азизов. Новости по будням. Выбрать место для будущего жилья непросто. Сейчас, как и 150 и 200 лет назад, многие иркутяне с положением и финансовыми возможностями предпочитают центр. Например, улицу Большую, которая 95 лет назад стала называться Карломарксом. Об истории архитектурной визитки города в материале Ангелины Огер. Мавританский замок. Так называют здание Краеведческого музея. Это одно из тех строений, которое сохранилось до наших дней в первозданном виде. С него начинается улица Карломаркса. Хотя она гораздо старше самого узнаваемого здания. Еще в 1726 году здесь проходил палисад. За ним находились казармы и склады. Постепенно необходимость в укреплениях отпала, и на их месте образовалась одна из самых прямых центральных улиц города. Когда застройка города начала развиваться, и начали появляться дома за пределами палисада, они зачастую не совпадали с теми улицами, которые были до палисада. И поэтому получилось так, что когда его наконец-то убрали за ветхостью, что улицы не совпадают. Оно так и сохранилось у нас до наших дней. В советский период началась кампания по переименовыванию улиц и площадей. Так, 5 ноября 1920 года Большая Прошпектная, или, как говорили в обиходе, просто Большая, стала Карломаркса. Вместе с новым именем улицы многие здания на ней сменили профессию. Так в свое время выглядело здание кинотеатра в самом центре города. А сейчас оно скрыто от глаз горожан, ведь ничего исторического от дома не осталось. За этим полотном на Карломаркса 15 еще в 1950 году был кинотеатр «Гигант», а во дворе одна из старейших типографий города. Затем здесь работал ночной клуб, но развлекательное заведение закрыли в 2014 году, чтобы восстановить исторический вид здания. Но, как мы видим, с тех пор здание пустует, а от его истории остались только рисунки архитектуры. Вся улица Карломаркса застроена старыми каменными зданиями. Деревянных домов на улице нет. После пожара в 1879 году администрация решила, что центр нужно застраивать только каменными зданиями под железной крышей. Нынешние дома построены как раз после пожара. Эта вся улица сплошь и рядом наполнена памятниками архитектуры разного значения. Еще одна из характеристик улицы Карломаркса – это некоторая эклектичность стилей. То есть здания были выполнены в разное время, немного в разных стилях. Среди известных памятников архитектуры остались. Здание Белого дома – это бывшая резиденция генерал-губернатора, а сейчас административный корпус Иркутского госуниверситета. Сохранились краеведческий музей города и училища искусств. А вот в здании Русско-Азиатского банка в советское время расположилась поликлиника. А в здании нынешнего ТЮЗа ранее был синематограф и номера. Впрочем, два последних объекта уже несколько лет закрыты. Их обещают реконструировать, когда появятся деньги. Ангелина Огер, Андрей Назаров. Новости по будням. У школьников Братска появилась возможность получать новые технологические навыки на современном оборудовании. В городском лицее номер два открылся Центр развития компетенций «Мультилаб». Кабинеты оснащены современным оборудованием для занятий робототехникой, видеопроизводством, моделированием. Например, для изучения дизайна есть 3D-принтеры, 3D-ручки, а также станок с числовым программным управлением. В Братске это уже второй подобный технологический центр. На его оснащение компания «Н-Плюс» выделила около 20 миллионов рублей. Проект «Мультилаб», основанный Олегом Терипаской «Энергохолдинг», запустил несколько лет назад. Ежегодно в нем принимают участие более 8 тысяч учеников. Помимо технологического наполнения, проект предусматривает и особое учебное пространство. Например, в центрах установлена специально разработанная мебель. Она позволяет организовывать для командных заданий групповую рассадку учеников. А при выполнении самостоятельных работ, наоборот, можно создать индивидуальные зоны. В нашем детстве и во время нашего образования таких классов, какие сейчас промышленники открывают на территории города Братска, у нас не было. Мы о них даже мечтать не могли. Я благодарен компании «Н-Плюс» за то, что она реализует мечты наших учителей, наших родителей и наших школьников, чтобы вы могли заниматься на современном оборудовании, в современных мультимедийных лабораториях. Технологии сегодня самое главное с тем, чтобы эти навыки, эти технологии у детей начинали прививаться еще в школе. И вот для этого мы делаем вот такие мультилабы. Это не первый мультилаб уже в городске, и я надеюсь, что не последний. За два года существования проекта «Мультилаб» в городах ответственности энергохолдинга создано уже девять таких центров. Они работают в Иркутске, Братске, Ангарске, Красноярске, Девногорске и Нижнем Новгороде. К концу года появится десятый. Сильнейшие спортсмены региона отметят Всероссийский день «Самбо на ковре». Соревнования пройдут во Дворце спорта «Труд» 8 и 9 ноября. В турнире примут участие более 200 юношей и девушек из муниципальных образований области. В чем уже наши спортсмены зарекомендовали себя, смотрите далее. Четыре золотых медали завоевала ангарчанка Ольга Гадеева на чемпионате по плаванию. Он состоялся 3 и 4 ноября в Хабаровске. В соревнованиях участвовали 110 спортсменов-ветеранов от 25 до 65 лет. Наша землячка выступила в возрастной группе 60-64 года в категории «Мастерс» и стала первой на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и батерфляем. Кроме того, спортсменка заняла 2 третих места в абсолютном зачете среди участников всех возрастов. Спортсменки Иркутской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по спортивной аэробике «Сердце Байкала». Они завершились 4 ноября в Улан-Удэ. В возрасте от 9 до 17 лет представительницы при Байкалье выступили в дисциплинах «Соло» и «Группа», «Гимнастическая платформа» и «Танцевальная гимнастика». Всего иркутянки взяли 13 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград. Артем Табуев стал третьим на первенстве России по самбо среди юношей 12-14 лет. Соревнования проводились с 1 по 6 ноября в Нижегородской области. Иркутянин выступил в весе 50 килограммов и одержал победу в пяти схватках из семи. Боец проиграл самбисту из Кемеровской области, а в полуфинале уступил спортсмену Калининградской области. Ангелина Огер, Новости по будням. На первый взгляд может показаться, что эти мангусты из Иркутской зоогалереи затеяли перестановку. Зверьки деловито передвигают вещи по вольеру и словно оценивают, а где их игрушки и кормушки будут лучше смотреться. Однако у зоологов есть другое объяснение. Таким образом, млекопитающие ищут корм. Конечно, они питаются регулярно, но инстинкт, выработанный за время эволюции, никуда не делся. Ну а мы по выработанной годами привычке продолжаем выпуск рубрикой «Повесточки». Две минуты самых добрых и позитивных новостей ждут вас прямо сейчас. Всем здравствуйте! Если дождь или снег вызывают у вас сонливость, знайте, это норма. При отсутствии солнечных лучей ускоряется синтез гормона сна мелатонина, который действует на нас как снотворный. Возбодриться помогут яркие новости из разных уголков мира. Иркутянка Яна Юденкова стала обладателем престижной музыкальной премии «Органист года». Сибирячку отметили в специальной номинации за просветительство. Яна активно привлекает в мир органной музыки детей и взрослых, а также является одним из организаторов международного конкурса молодых композиторов и органистов «Пайкальская токата». Народный ансамбль «Лесогорские узоры» из Чунского района отметил 50-летний юбилей. Одним из главных подарков творческому коллективу стал тульский баян. Старый концертный инструмент служил артистам более 15 лет. Однако последнее время верный помощник фальшивил и хрипел. Поэтому музыканты мечтали о новеньком концертном баяне. А стоит такой инструмент полмиллиона рублей. Но мечта ансамбля исполнилась. Артисты в восторге от такого презента. В Санкт-Петербурге был найден утерянный портрет Николая Первого. Это работа прусского художника Франца Крюгера, созданная в 1856 году. Полотно последний раз видели в Зимнем дворце в 1917-м. Однако после Октябрьской революции следы картины затерялись. Отыскали ее случайно. В прошлом году во время масштабной инвентаризации в Музее политической истории России и был найден утерянный портрет. Сейчас над ним работают реставраторы. Когда картина будет представлена публике, пока неизвестно. Удивительные пейзажи с помощью иголки и ниток создает британская мастерица. Работа Виктории Роуз Ричардс – взгляд на землю с высоты птичьего полета. Для их создания она использует и гладь, и французские узелки, и другие виды стежков. Один такой пейзаж Виктория вышивает минимум 10-25 часов. В планах у мастерицы создавать календари с изображениями своих вышивок. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. И в завершении выпуска подведем итоги интерактивного голосования. 520 телезрителей ответили, что рост цен на масло, сметану и сыр существенно ударил по их кошельку. На бюджете 18 проголосовавших наценка или не отразилась, или оказалась малозаметной. Ну что же, последних можно только поздравить. Надеемся, что объявление «меняю квартиру» на килограмм масла так и останется шуткой. А у нас на сегодня все. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. Не забывайте про наш сайт, соцсети и Рутюб-канал. Я же прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова